Один! Один! ТОТ! Ты подаёшь плохой пример новому сотруднику! Тот! Проснись! Чего? Ты подаёшь плохой пример. Устрой экскурсию здесь, ладно? Эх... Просто... Просто следуйте за мной вот туда. Живи с самим собой! Жизнь с самим собой просто настоящий кошмар. Ты не против, если я послушаю музыку своей молодости? Да, конечно, дерзай. Старик не так уж и плох, я думаю. Но ведь это просто современный рэп! Мелкий, самый тихий ребёнок, которого я когда-либо видел. Абсолютный ангел. Разве что иногда... Он ломает вещи. Как? 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 И зачем? Тома особо ничего не делает. Он просто сидит на диване и играет в игры на телефоне. Я хочу злиться на него. Я хочу злиться на него. Потом я вспоминаю ужасную иронию. Именно так бы я проводил своё время, если бы мне не надо было работать. Совместными усилиями они изменили меня. Они превратили меня из нормального человека, полного надежд и силы молодости, в уставшее подобие человека. И никто не должен об этом узнать. И последняя серверная комната. Отсюда мы поддерживаем жизнь сайта. Какие-нибудь вопросы? Что-то непонятно? Нет, спасибо большое за тур, мистер Тодд. Голос девушки. colve Больше не один! Больше не один! Тодд! Фapt.... Тодд! Проснайся! Это не тебе! Тот! Тот! Что это? Ох, любовь! Станешь ли ты возиться с моим глупым сердцем этой холодной зимней ночью? Старик, она та самая, да? С кем я буду жить всю жизнь? Да, она та самая. Давай обсудим это за чаем. Она горячая? Она такая! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Ты мне отвратителен. Я отведу ее в Макфэнси. М-Макфэнси! Макфэнси – самый дорогой ресторан в мире. На самом деле, очередь за бронью растягивается на несколько поколений. Люди торгуются за бронь в Макфэнси даже не для себя, а для своих внуков. Или даже правнуков. Листки с бронью в Макфэнси часто дарят вместо обручальных колец. Также там есть окно выдачи заказов. Ой, ну с этим точно не надо спешить. Чепуха! Я пошел! Вперед навстречу любви! Эй, постой! Вернись и закончи пить свой чай. С билетом я смогу подтвердить бронирование по дороге домой. Спасибо! Увидимся в 19.00, милашка! Бронирование на 19.00. Мистер Тодд. Ммм, никакого мистера Тодда на 19.00, сэр. Непонятно где. У меня сегодня новая бронь, ребята. Начнем торги. 200! Я вижу 300! 500! Это все? Только 500 сегодня? Продано за 500 баксов. Старик. Старик. Старик! Старик, ты сказал, что она та самая. Та самая, с которой я проведу жизнь. Почему ты солгал? Тот-тот. Часть любви. Это вера в то, что она будет вечной. Все было бы не так, если бы ты все знал. Пожалуйста, убери свою ногу. Ты убьешь меня. Не важно, если я убью тебя. Это... Это не важно, если я убью. Тома! Тома тоже знал, да? Он должен был. Тома, где ты? Покажись! Ты должен мне 500 баксов. У нас заканчиваются бумажные полотенца. Как ты вообще физически способен производить столько слез? Типа, откуда в тебе столько воды? Я больше никогда не найду свою любовь. Идиот. Неужели он не понимает, что все будет в порядке? То есть даже я уже в порядке. Тысяча один шаг, чтобы стать, возможно, наполовину таким же успешным, как и я. Позволь мне рассказать тебе о моем дяде Лексе Вилсморе. Он был рожден во время Суперкубка и сразу забил победный тачдаун. Вскоре он вылечил все известные в мире болезни, получив до хрена наград. Затем он стал легендарным режиссером и покорил весь мир своей работой. Чуть погодя, он отметил свой шестой день рождения. После бесчисленных достижений. Во всех известных сферах жизни. И даже новых сферах, которые он открыл, лишь чтобы стать первым в них. Лекс написал эту книгу. Тысяча один шаг, стать, возможно, наполовину таким же успешным, как и я. Гайд из шести тысячи страниц по преуспеванию в жизни в какой-то мере. Это был мгновенный бестселлер и выиграл 538 наград. Время встать на ноги. Шаг первый, стать моим суперфанатом. Тысяча один шаг к тому, чтобы стать в половину таким же успешным, как и я. Шаг первый, раскачаться как монстр. Так как нам это сделать? Нам нужно просто тренироваться? Поправка. Только одному из нас надо тренироваться, чтобы оба получили результат. Потренируюсь завтра. Я живое доказательство тому, что ты не будешь завтра тренироваться. Ну, почему бы нам тогда просто не заставить малыша тренироваться? Эм, потому что малыш еще ребенок? Как ты себе это представляешь? Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Кажется, это вообще не работает. Мне кажется, мне остается только... Тяжелая работа. Мне очень жаль. Ты чувствуешь себя сильнее? Нет. Странно. Я тоже не чувствую себя сильнее. Я чувствую себя сильнее. Больше никогда. Важнее, я не чувствую себя сильнее. Кажется, я не чувствую себя сильнее.